Всем привет! Я сейчас зачитаю письмо от подписчицы. Если вам нравятся такие выпуски, вы любите такое слушать, ставьте обязательно лайк, пишите под видео комментарии. Это очень помогает продвижению канала. В инфобоксе также ссылка на телеграм-канал новостей о Турции, подписывайтесь. И моя почта указана, кому нужна психологическая консультация, пишите туда слово «консультация» или присылайте ваши истории для разбора. Итак, смотрю ваш канал давно, знаю много полезной информации о турецком менталитете. Вот и меня не обошла стороной неприятная история с турком. История отчасти дурацкая и местами детская, но я ее все никак не могу отпустить. Меня зовут... Давайте имя не будем называть. Мне 33 года, по образованию я переводчик. Но работаю преподавателем английского. Замужем не была, детей у меня нет. Все началось с 2019 года. В одном из отелей Аланьи я познакомилась с мужчиной. Он работал в спа и хамам. Зазывал отдыхающих. У меня типичная славянская внешность. Вниманием со стороны персонала было очень много. В итоге согласилась на встречу именно с ним. Но всерьез это я не воспринимала. Ему было тогда 26 лет, а мне 29. Пару вечеров мы гуляли, общались. Потом я улетела домой. За эти два вечера он сумел меня очень сильно зацепить, видимо, своей харизмой. По приезду домой я очень скучала по нему, но гнала эти мысли прочь. Кстати, тогда я и начала смотреть вас. Далее мы общались в соцсетях, созванивались по видео. Если честно, я не думала, что мы встретимся еще раз. Шло время, 4 года. Он периодически напоминал о себе. И вот этим летом я полетела в тот отель, где он работает, так как он намекнул, что ждет меня. Я летела не к нему, а за отдыхом. Никаких надежд я не возлагала. Думала, что хорошо, что будет знакомый. Он организовал для меня шикарный номер перед вылетом. Постоянно был на связи, беспокоился. Даже заявил всему отелю, что мы встречаемся целых 4 года. Это как-то не очень. Знаете, звучит, я в это не очень поверю. Всему отелю заявил. Зачем ему это надо было? Всему отелю. Он ходил к каждой прачке, каждому повару и сообщенисту, и к директору. И говорил, вот моя девушка. Первый день не отходил от меня, вечер тоже провели вместе. Дальше он стал морозиться. Каждый день он обещал встречу вечером, и каждый вечер бесследно пропадал. Было очень странно и непонятно, зачем он так красочно обещал каждый день, а потом пропал. На утро следующего дня он придумывал разные отмазки. То в больницу попал, то важная встреча, то еще что-то. Но при этом продолжал обещать. Я как дурочка ждала, меня начало раздражать его поведение. Не можешь, не обещай. В мой последний день он не объявился и вовсе. И не объявляется до сих пор. Очень обидно и неприятно. Зачем нужно было меня ждать, обнадеживать, говорить всем, что мы в отношениях 4 года. В итоге мы провели вместе один вечер. Может он женат, но в соцсетях никакого намека на это нет. Возможно, вся эта история покажется вам глупой, но я себя чувствую обманутой. У меня на лицо вешали лапшу на уши. Я не понимаю причину такого поведения. Может он обиделся, что мне оказывали внимание другие мужчины. Но я никого к себе не подпускала. Иногда некоторым давала свой инстаграм. Не подпускала, но инстаграм давала. Не вяжется. Возможно, именно в этом моя ошибка. В тот самый последний вечер он от отчаяния согласилась на прогулку с турком из ресторана. Ничего особенного, просто безобидно гуляли. Вдруг тот мой товарищ узнал и стал думать плохо про это. Я теряюсь в догадках. Недавно написала ему и попросила заблокировать везде. Он прочитал и не ответил. Буду благодарна, если вы прокомментируете. Спасибо за внимание и председание вашему каналу. Спасибо большое за пожелания. Ну что тут прокомментировать? Это же чисто классика жанра. Вы в моих видео целых 4 года смотрите. Вы таких историй очень много видели. Я знаю, что вас сейчас тревожит. Зачем? Почему? Он обманывал, а я доверилась и так далее. Я скажу неприятные, к сожалению, вещи, возможно, для вас. Но как это со стороны выглядит? Что произошло? Да, он переписывался, о себе напоминал. У него все 4 года был поток всяких разных женщин со всех стран мира, скорее всего. И чтобы свечку не держала, я могу предположить. Вот такое поведение стандартное. И он со всеми всегда поддерживает общение. Ему цель сам приятно провести время. Секс возможно, близость какая-то, подарочки, которые вы можете привезти. Он ни разу ничего не вложился. Ни билеты, ни что вам не оплатил. У него ответственности никакой еще нет. Ему все комфортно и замечательно. Но зачем он так, типа, 4 года меня для одного вечера, как бы, морозил, да, или вообще вот это мурыжил, назовем так, да, обещал что-то. Ему самому кайф играть в мачо, в любовь. Это люди, которые очень сильно боятся настоящих отношений, любви, ответственности. Им нравится играть в отношения, им нравится обещать что-то. И у него вот это, в этом кайф тоже есть. Но ты же себя в этот момент сильным чувствуешь, пристроенным, как будто бы типа в отношениях. Я не уверена тут вот в фразе, он всем говорил, что мы 4 года в отношениях. Кому всем? Парочке друзей или которые там работают с ним, да, в отеле, там, сотрудников, они все в курсе. Он сейчас про вас говорит 4 года. Через 2 недели другая его какая-то знакомая или пассия приехала. Он тоже будет все рассказать. Они все кивают, говорят, там все в одной схеме, понимаете. Поддакивают, не лезут, потрунивают. В общем, короче, там все это, все так поступают. Это там нормально. Если говорите, почему он такой лжец и все прочее, или там все турки такие плохие, вот очень часто истериотипы из этого вылазят, из этого обмана. Честно скажу, это определенная категория людей, готова работать в такой сфере. Не все могут устоять перед этими соблазнами. И это не говорит о том, что, например, все сотрудники отеля или какой-то туристического бизнеса, они все такие. Нет, у меня есть прекрасные примеры нормальных, адекватных людей, турок. Ну, просто у них, скажем так, самооценка, все в порядке. Они не заинтересованы бегать за юбками. У него там жена и дети есть. И он не намерен, что... Ну, короче говоря, за этим не за... У меня есть такой знакомый, у меня есть такая знакомая, которая замужем с таким турком, абсолютно все в порядке. Ну, наверное, потому что его все дома устраивает. У него жена, которую он любит. У них прекрасные отношения. И он изначально перед этими, скажем так, соблазнами на работе... Они ему не интересны. Он про другое. То есть это цельный, нормальный, воспитанный, культурный турок. Просто у него, скажем так, работа такая. У него магазины, короче, там, в туристическом месте. Вот. И я к тому, что это индивидуально от человека зависит. И интерес к такой работе поверхностной, сезонной, непостоянной. Это непостоянные, сезонные люди. Вот и все. Зачем он обманывал? Чтобы получить от вас то, что вот сам процесс, ему тоже приятно играть в любовь, он со всеми играет. Ну, такой психотип человека, да. Вот такой вот со странностями. Да, такой вот лжец. Говорил, почему обманывал? Он говорил то, что вы хотите услышать. Чтобы вы... Вы знаете, слова его мед в уши. Чтобы вы делали то, что он хочет. Согласились на то, что он предлагает и так далее. Да, он врал любовью. Но они все же говорят, что любят. Мы будем всем верить. Любовь это не про то, что когда люблю-куплю и полетели, да. Давайте проверять какими-то действиями. И если мы берем вот со стороны, как вы выглядели в этой ситуации. Другие девушки выглядят, когда так прилетают, им говорят, а потом он сливается. Через парочку дней там пропадает. Я думаю, что все с удачей, естественно, в отеле, в коллективе и так далее. Это выглядит как... Ну, я скажу не очень красивую фразу, но может к вам это как бы не относится, да. Что глупенькая, наивная, распущенная, не ценит себя, соглашается на все. Вы же номер Instagram давали. Ну, кому вы их давали? Они, скорее всего, тоже с сотрудником каким-то, да, вокруг. Они все вокруг между собой общаются, обсуждают, сплетничают. Это сто процентов. Я миллион таких переписок даже видела. У меня даже есть клиентки, которые, когда такие отношения на консультации приходят, разбирают, я переписки читаю. Они мне дают по-турецки, если там что-то непонятное. Я читала своими глазами переписки различные сотрудников отелей, что они о девушках пишут. Пожалуйста, это все есть, к сожалению. А вот, и я пошла, согласилась, ну, дело не в том, что вы согласились и пошли на какое-то свидание, а он там что-то, скажем так, подумал и перестал с вами общаться. Он перестал общаться и подумал еще до того, как вы на свидание-то пошли. Потому что вы согласились на все, что он там предлагал, общались и так далее. Только вы играли типа в отношения, как я понимаю, в вашей голове, да, было, что вы встречаетесь, а он нет. Но при этом вы же номер свой Инстаграм, извините, номер, Инстаграм свой давали, вы же на свидание в итоге пошли. Вот вам, по идее, как бы правильно было, да, поставить точку. Вот он сливается, ну, послать просто. Он подходит, вы его отталкиваете, говорит, я тебя не знаю. Да пошел ты. Ты вчера пообещал, куда-то пропал. До свидания, все. Вот так надо было. И ему прямо сказать, я теперь свободна. У нас уже типа отношения были. Я теперь свободна. Я отдыхаю так, как я хочу. Пошел лесом вообще. И отдыхаете для себя так, как вы хотите. А у вас, получается, на ложку два горошка хотелось. И с ним как бы непонятно что. И тут я Инстаграм свой дала. И на свидание с третьим чуваком вообще сходила. Ну, типа, когда в отношениях так не делается вообще. Правильно? А у них любой повод. Им нужен найти повод для того, чтобы вас в чем-то лечить, называть порочной, плохой, еще какой-то. Чтобы скатиться с историей вообще. Не развивать дальше ничего. Ничего вам не обещать. А не всегда только через чувство вины. Это манипуляция называется. Поэтому он даже... Вот там все вообще понятно. Я не удивлюсь, если он вообще этого чувака попросил вас на свидание сводить. И рассказал, как вам нужно подкатить. Вот и все. Для своего очищения типа совести, которой у него нет. Ему так просто проще, чтобы не брать на себя ответственность, вину, там, типа, расставаться с вами, что-то вообще обсуждать. Я больше скажу, к сожалению, практика такая существует, что вот он пропадал в эти вечера. Скорее всего, он с другими женщинами тусовался. Кто-то еще приехал, кроме вас просто. Вы наложились немножко по графикам. Вот и все. Здесь проблема... Это схема изъезженная. Вы ее часто слышали в моих видео. Ничего нового. Вопрос же у вас, вас. Вы не знаете, чего вы хотите. Я вам скажу по жизни. Вы четко не знаете. Поэтому вы позволяете нарушать ваши личные границы. Вам вешали лапшу в уши, но вы рады были это все съедать и позволяли. Давайте, давайте добавочки еще. Вы боялись отстаивать границы, ставить точку, говорить с ним открыто, послать его и так далее. То есть вот этого внутреннего стержня не хватает. Поэтому вы попадаете в подобную ситуацию. То есть где-то вы стараетесь подстроиться под человека, если вы видите какую-то влюбленность, там, или, может, заботу, или еще что-то, такие вот чувства сентиментальные про любовь. Вы тогда вообще таете и все позволяете. Вам страшно расставаться с людьми, скорее всего, или быть отвергнутой. То есть это вообще вопрос, что вы попали в эту ситуацию, конечно же, в вас заключается, что вы позволили попасть в эту ситуацию, вы позволили с собой так общаться, вы позволили себе навешивать эту лапшу. Не хотели бы это, бы ничего не было. Все эти истории раскусываются на раз-два. Четыре года в интернете общались. О чем? Четыре года. Он вам там что-то по ушам начинал чуть-чуть ездить? Он говорит, так, билет покупай, прилетай, любовь, морковь, все, пожалуйста. То есть где-то уверенность в себе не достает ее, да, напоритости какой-то. Если бы это было, была бы реакция другая. Вы бы его сразу раскусили, он бы уже давным-давно слился. И все, вам бы и не пришло сейчас ехать. Как вы сказали, я ехала на отдых для себя. Надо было отдыхать для себя, а не ждать, когда он вечером там соизволит, если он не сольется никуда. От безысходности я пошла на свидание с другими. Вы же на отдых приехали. Не надо это было, свидание с другими. Вот всегда говорю. Вот, короче, давайте сделаем такой вывод. Девочки, вам на будущее и тем, кто слушает, смотрит. Вот вы с одним каким-то, допустим, так сложилась судьба, замутили парнем, сотрудником отеля, магазина при этом отеле, не знаю, этих там прокатных развлечений, всяких лодок, там, не знаю, скутеров на пляже. Это все одна история, все шайка лека, все вместе. Вот у вас с одним не получилось, пожалуйста, вы там больше ни с кем не общаетесь. Я вас очень прошу, вам будет лучше. Если вы продолжаете общение и флиртуете с кем-то еще, там, на месте, в этом отеле или рядом с отелем, все они всем между собой общаются, вы все, у нас сразу клеймо, понимаете? А она такая, как все. Она приехала поразвлекаться. Она не уважает свое тело и себя. Она ложится под любого. Можно ею пользоваться. Что вы тогда ждете там вообще, какого к себе отношения другого. Будет вот такое отношение. Поэтому если с кем-то там что-то не получилось, пожалуйста, ставьте крест, клеймо. Вот вы так, не знаю, поднимайтесь в самооценку, едете развлекаться, вам приятен флирт. Я не спорю, турки очень красивые, очень многие ухоженные мужчины. И даже сотрудники всяких отелей, то есть я говорю о том, что у них там много денег, и они что-то себе там экономически-финансово, вес какой-то имеют там в своем социуме, в обществе. Просто даже поразвлекаться, пообщаться, легкие, приятные, да, вот даже это общение, даже какое-то дружеское. Вы ставьте крест на этом отеле, едите потом в следующий сезон другой, пожалуйста. Просто не вот так. Турок не принято, когда кто-то что-то видит, когда наблюдают, судачат сразу же за спиной. Кто за мамой к вам какой-то другой турок, например. Ну, допустим, прошла в том году какая-то история, чуть не получилось. Вы приезжаете в тот же отель, например, за год познакомились с каким-то турком в интернете, назначаете встречу в этом блин отеле. Вот это же у мозгов надо на это иметь. Вообще, ну, есть такие истории. Мне, конечно, извините. Ну, это вообще просто есть. И вы что ждете-то? Это ждите подставы какой-то. Им что-нибудь шепнут, скажут, о вас подумают. Будут видеть, что вас кто-то там приехал-забрал, вы куда-то поехали, вы с кем-то приехали тусоваться. Это не про ту историю, чтобы вы пришли нос утирать и говорить, смотри, я теперь другого нашла. Это надо скрывать вообще, что у вас в прошлом какой-то турок или какое-то знакомство, вообще контакты были. Это невыгодно вам вообще ни на руку. Вы испортите все, обгадитесь тем, что сейчас, может быть, у вас нормальное получается. И либо это прошлое вам залезет вот в это настоящее, да. Ну, короче, вы здесь вообще в любой ситуации невыигрышны. Поэтому с турками всегда, о бывших, о всем прочем, никогда не надо туркам знать, что вы где-то там с турками с какими-то где-то, блин, общались. Это постоянные будут высказывания, ревности, еще всякое такое прочее. Вам зачем это надо? Себе сами подножку ставите, подставу делайте. И, пожалуйста, если вот, напомню, в отеле ничего или как-то там не получилось, меняйте локацию, пожалуйста, чтобы никто больше ничего про вас не видел, не знал, не было это запятнанно, скажем так, репутация чем-то подобного. Вы скажете, да мне какая разница, я улетаю, мне наплевать, что обо мне будут думать, если бы да, никогда не вернусь. Классно. Но вот вы уедете, вот это все сказали, а следующие Маши, Таня, Оля, Зины, там, Светы приедут, но у них будет теперь мнение вот такое, стереотипы о Наташах вот рождаются именно так, когда вам наплевать на себя, и вы улетите и делаете здесь, что хотите. Но на ваше место приедут другие потом, и к ним будет плохое отношение. А потом вы в другом отеле столкнулись с таким же плохим отношением, что до вас кто-то тоже был, кто так подумал, сказал, он, я же уеду, чего мне тогда наплевать, буду делать то, что я хочу. Делайте, никто не против. Пожалуйста. Но потом не задавайте вопросы, не удивляйтесь, что к нам плохо относятся. Потому что, блин, вот так. Потому что это конвейер. Год от года эта история идет, сезон от сезона. Неудивительно. Я вам сразу скажу, не всех там... Наташа вот это слово уже, кстати, не употребляется, если что. Они пытаются по внешности подкатывать, назовем так, ко всем. У меня чисто славянская внешность. Уж что говорить. Тут я никогда турчанкой не стану, как бы я там не покрасилась. Там волосы, внешность не изменила или еще что-то. Ко мне тоже в курортной зоне пытаются... Не подкатывай, а мне пытаются заговорить. Наверное, на меньше, потому что у меня будет ребенок рядом, если что. Но они к мамкам иногда тоже подкатывают, если мужа рядом нет. Пытаются пообщаться. Но я всегда просто четко отвечаю. Либо я вообще игнорирую. Демонстрательно смотрю в глаза и молчу. Это значит, типа, я все понимаю, но со мной общаться не надо. Другое я отвечаю... Ну, конечно, сразу по-турецки, конкретно. Я не прям посылаю, а именно, например, это в магазине, допустим, сувениров. А это сколько, что, как и почему, откуда вы там это приведете? Какие-то такие разговоры. Он понимает, все, баба прошаренная, она тут живет, не подкатывается. Это опасно для меня. Где-то муж, корей всего, есть, который меня настучит. По шапке это сто процентов. За нее есть муж, за ней есть. Или просто я могу даже, в принципе, сказать, что мне это неприятно. Не смотрите на меня, не говорите со мной. И это, кстати, очень даже достойно воспринимается адекватными людьми. В ответ тебе ты... Пожалуйста, мы тут вопрос, конечно, а и по религии всего примешиваем. Не подходите. Мне некомфортно. Соблюдайте дистанцию личную. Не пересекайте мою границу. Я могу так сказать. Конечно, слово границы для турок, это как бы странно для большинства. Кто-то пристает или оказывает внимание. Невоспитанные. У них нет воспитания и понятия границ. Но если ты так говоришь и так перед собой, по сути, заявляешь, каким бы он туроком ни был, он поймет, что есть граница, за которую переступать нельзя. А тут его включается культура, реакция будет. В семье все равно. Он прекрасно знает, что женщине так можно, так нельзя. То есть у него автоматически, скажем так, на подсознание будет, вот эта граница, она будет сдерживаться. Вот я к чему, что вам это может помочь. В общем, если с вами что-то происходит, не нравится, вы всегда можете все это остановить. Главное здесь вопрос, нравится вам это или нет. Вот и все. И они, да, надавливают, они, да, берут, там, нахрапом лезут, но их тоже отшивать можно. Вообще без вопросов. И как бы они после этого к вам, скажем так, достойно относиться будут на самом деле. Вот. Короче, ладно. Долгая история. В инфобоксе под видео моя почта. Кому нужна консультация психологическая, напишите в теме письма консультации, я вышлю условия. Кто хочет прислать свою историю для публичного разбора, вот здесь ответа в формате видео, анонимно, пожалуйста, присылайте историю, я зачитаю в следующих видео. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.